Если у жителя загородного дома спросить, какое оборудование он считает важным, в его перечне наверняка будет насос, котел и бензогенератор. Все эти устройства делают быт человека независимым от внешних условий, обеспечивая его теплом, водой и электричеством собственного производства. При этом бензогенератор будет первичен, так как именно он позволит работать всему остальному оборудованию. В данном случае он выступает как аварийный источник энергии и должен в любой момент перенять эстафету у электросети. А что делать, если во время отключения электроэнергии хозяина нету дома и подключить приборы к генератору некому? Если летом основная беда это разморозится холодильник, то вот зимой последствия могут быть плачевнее. Замерзнут трубы отопления и водопровод. Выход. Система автоматического ввода резерва. АВР. Несложная и востребованная опция, которая однозначно решает проблему. При внезапном отключении электроэнергии она самостоятельно включит резервный генератор, который будет работать до восстановления централизованного питания. Ну или пока бензин не кончится. Что нужно, чтобы жить, не зная проблем с электричеством? Бензогенератор, оснащенный коннектором для блока автоматического резерва. О наличии такого коннектора можно узнать уже из аббревиатуры станции. У генераторов ФУБОК она обозначается буквой А. Аббревиатура АВР расшифровывается как блок автоматического ввода резерва. Под резервом подразумевается бензогенератор. Блок контролирует наличие напряжения в стационарной сети и, в случае аварийной ситуации, самостоятельно в считанные секунды запускает подключенный к нему бензогенератор, восстанавливая электроснабжение работающих приборов. Существуют и такие умные блоки АВР с режимом зима-лето. В зимний период он прогревает движок генератора перед тем, как подать нагрузку. Важно знать, что для трехфазных генераторов одни блоки, для однофазных другие. Есть нюансы по подключению и подробнее обо всем этом мы расскажем далее. Блок автоматики с виду небольшой прибор в металлическом корпусе, который просто можно закрепить в удобном месте на стене. В комплекте к нему специальный длинный кабель управления, к которому он подсоединяется к генератору. Правда, длина этого кабеля у некоторых производителей только 2 метра. У фубок намного больше – 8 метров. Такой длины наверняка хватит, чтобы расположить блок в любом удобном для вас месте. Вся индикация о режимах и кнопке управления на передней панели блока. Давайте посмотрим, как это работает. На АВР есть два режима – ручной и автоматический. Ручной режим. При отключении энергии нужно самому переключить блок на электростанцию. Блок переведет питание на генератор и запустит его. В случае, если напряжение пропадает, автоматика дает сигнал на запуск двигателя генератора. На панели загорится индикатор электростанции. Если подробнее, то блок дает сигнал двигателю. Через 3-4 секунды он запускается и прогревается. Через 10-15 секунд потребители электричества получают питание от генератора. Блоки, которые имеют зимний режим, также запускают генератор через 3-4 секунды. Но генератор выдает ток только через 25-30 секунд после обрыва сети. Эти самые плюс 15 секунд уходят на прогрев двигателя, защищая его от лишнего износа в холодное время. Как только подача напряжения в основной сети восстановится, блок управления переведет питание приборов на основную сеть и через 13-15 секунд генератор отключится. Кстати, когда генератор находится в режиме ожидания, блок АВР автоматически подзаряжает аккумулятор станции. Как подключить блок управления? Самый верный способ – это доверить такую работу профессиональному электрику. Самостоятельно это довольно сложно. Но разобраться, конечно, можно. И если уж решили сделать все сами, дадим рекомендации по подключению. Принцип установки таков. Блок автоматики можно установить как в доме, так и рядом с генератором. Главное – соблюдать температурный режим, который указан в инструкции по эксплуатации. Второе. На блок АВР выводится одна или несколько фаз от стационарной сети, которая заходит в дом. Третье. Блок АВР подключается к генератору специальным кабелем управления от блока к генератору и силовым кабелем от розетки генератора к блоку АВР. Надо учесть, что в подключении фаз от стационарной сети возможны варианты. Идеальным будет такой. В дом заведена однофазная сеть, и все подключаемые приборы тоже однофазные. Мощности станции хватает для обеспечения всех нужных вам приборов. Для этого варианта нужны однофазная станция и блок АВР для нее. Можно смело подключить всю нагрузку на фазу. Единственное, нужно проверить сечение проводов на соответствие мощности всех подключенных потребителей. А сейчас посмотрим на самый часто встречающийся вариант. В дом заведена трехфазная сеть, а подключаемые приборы однофазные. Генератор и блок автоматики в этом случае также нужны однофазные. Если суммарная мощность всех приборов превышает возможности вашего генератора, делим их на жизненно необходимые. Насос, котел отопления, холодильник, минимальное освещение. И на приборы, без которых можно обойтись. Стиральная машина, микроволновка, электрооборудование и тому подобное. Первую группу подключаем к одной фазе, которая заходит на блок АВР. Остальные приборы можно разделить между оставшимися двумя фазами. И, наконец, самый нечастый вариант. В дом заведена трехфазная сеть, а подключаемые приборы как однофазные, так и трехфазные. Вот в этом случае точно лучше довериться специалисту. Пару слов о заземлении. Работа бензогенератора подразумевает, что на его корпусе будет возникать статическое напряжение. Чтобы его отвести, будем генератор заземлять. Идеально создать заземляющий контур. Если его нет, можно обойтись простейшим способом. Понадобится металлический пруд 1,5-2 метра и медный провод. Пруд на всю длину забивается в землю. А медный провод перекидывается между болтом и рамой генератора. Готово! Бывает так, что владелец генератора не заморачивается и перекидывает питание от генератора к ближайшей розетке. И запитывает от нее весь дом. Почему так делать нельзя? Первое. Перегрузка провода. Стандартное сечение просто не рассчитано на такую нагрузку. Второе. Человеческий фактор. Если вы забудете отключить вводный автомат в щитке, а генератор при этом включите и запустите, то в лучшем случае запитайте всех потребителей, подключенных к вашей линии. А в худшем, и это наиболее частая причина, генератор надолго выходит из строя. Третье. Если в момент отключения вас не будет в доме, само ничего не переключится. Важно помнить, если генератор установлен как резервный источник и подключается от случая к случаю, необходимо периодически его проверять. Первое. Запускайте генератор с включенной автоматикой на 15-20 минут хотя бы раз в месяц. Второе. Проверяйте уровень и состояние моторного масла не реже одного раза в две недели или через каждые 50 часов работы. Надеемся, наш ролик был полезен, и теперь вы знаете все о преимуществах АВР. Нас очень радуют ваши лайки, поэтому не скупитесь и подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. У нас здесь много полезного. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует...